Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. В этом видео схожесть этих двух ситуаций продолжает взрывать мне мозги. Также я покажу вам, что вот эти две большие свечи на часовом графике уже случались в прошлом. И если этот рисунок продолжит отрисовываться так же, то мы сможем спрогнозировать конкретные ценовые движения в ближайшие недели. Если для вас это звучит интересно, не забудьте поставить лайк, меня это очень мотивирует снимать новые видео. Ну а вы на канале Богатейший Ди, поехали! Давайте начнем с часового графика. На нем мы видим вот эту большую свечу с длинными тенями, которая на пике достигала 8800 долларов, а на низе 8300. Посмотрите на характер движения. Рост, консолидация. Рост, консолидация. Затем рост и сильный откат вниз. Если мы вернемся назад в прошлый такой глобальный падающий клин, то увидим просто нереальную схожесть, от которой я до сих пор не могу прийти в себя. Насколько это точно? Вот эта ситуация. Смотрите, тоже был рост, потом консолидация. Рост, консолидация. Рост и сильный откат вниз. Это не просто похожая ситуация, это точно такая же ситуация. А дальше, после падения, начался боковик. И посмотрите, прямо сейчас тоже пошел боковик. Фактически, в новом падающем клине мы просто копируем движение старого. Если это так и будет продолжаться, то сейчас мы находимся в этой стадии, в которой можно накопить изумительные лонговые позиции в преддверии выхода из клина. Это именно то, чего я ожидаю и что хочу сделать. У нас был вот этот большой падающий клин, в котором цена постепенно падала. Затем мы наблюдали выход из клина с огромным движением вверх, вплоть до 14 тысяч долларов. Поэтому я думаю, что мы находимся в идентичном периоде после вот этого дампа здесь, где можно набирать большую позицию. Где же мы должны выставить границы для стоп-лосса? Посмотрите, это ценовое движение не смогло опуститься ниже предыдущих вершин. Поэтому один стоп-лосс можно ставить на низах предыдущего периода, а второй еще ниже, где находятся самые низы ценового движения. Давайте интерпретируем это на актуальную картину. Соответственно, первый стоп у нас будет ниже низов предыдущего периода, а второй наиболее безопасный стоп будет на самых низах, где-то на отметках 7700 долларов. Нужно понимать, что вариант первый будет более рискованным, зато и вознаграждение может быть большим, чем в случае со вторым. Но все мы знаем, что чем более рискованная позиция, тем выше потенциальная прибыль, но и больше шансов все потерять. Конечно же, нужно помнить, что все, что я тут показываю, это вообще не финансовый совет, это просто мой обзор. И если вы не готовы потерять деньги на этом рынке, то лучше остаться в сторонке в качестве холдера, а не трейдера. Нервы целее будут. Но что еще нужно заметить, это то, что мы все еще не выше 200-дневной скользящей, хотя на дневных свечах уже три дня подряд пытались ее пробить. Я думаю, что сейчас крайняя свеча должна снова устремиться к скользящей, в попытке пробить ее и очень большим шансам на успех. Самое безопасное, что сейчас можно сделать, это подождать пробитие 200-дневной, а также закрытие свечи над ней. Это будет хорошим сигналом, ко всему прочему, для быков. Я хочу вам показать еще кое-что. Это историческая статистика. Каждый ноябрь для биткоина был отличным месяцем. С 1 ноября по 31 ноября происходили различные ценовые движения. Но в итоге биткоин заканчивал месяц, находясь выше, чем в начале. Лишь в 2018 году статистика была испорчена изнурительным и продолжительным медвежьим рынком. Из восьми случаев, которые я показал вам на графике, лишь один случай был отрицательным для цены биткоина. Так что история тоже на нашей стороне. Интересно еще то, что случилось с Бакт. Когда он был наконец запущен, люди были шокированы очень малым объемом торгов. Из-за этого распространялся ФАД. Что же, на данный момент объемы торгов биткоина на Бакт увеличились на 796%. Это видно на этом графике. Как мы видим, в последние дни объемы торгов были низкими, но сейчас они достигли своего исторического пика в 224 биткоина за сутки. Конечно, это все равно не очень впечатляющие цифры, однако я бы не стал из-за этого слишком сильно расстраиваться. Я думаю, на это нужно время, месяцы, может быть даже годы. Потому что сами Бакт вообще никак не делают агрессивный маркетинг. Сейчас, судя по всему, они даже не особо стараются пиариться. Давайте подождем того времени, когда они начнут это делать. Вот тогда мы и сможем оценить успех Бакт. Скорее всего, сейчас они даже сами не очень сильно беспокоятся первыми неделями торговли. И еще кое-что весьма позитивное для биткоина. Вы наверняка слышали об играх Федеральной резервной системы с процентными ставками и тем, что называется количественным смягчением. Именно поэтому я хочу показать вам этот график. Это, ребята, мировые процентные ставки за последние 5000 лет. И это самое интересное. Таких низких кредитных ставок, как сейчас, не было буквально никогда в истории человечества. Ни в Вавилоне, ни в Византии, ни в США. Это значит, что нас практически принудительно добровольно вогнали в эксперимент. Ведь этого никогда раньше не происходило. И это делает меня одновременно возбужденным и напуганным. Потому что мы здесь строим какую-то башню, с которой скоро не сможем справиться. Я, конечно, очень надеюсь, что в центральных банках работают не дураки. Но сейчас, мне кажется, они немного не понимают, что делают. А должны были бы. Поэтому у меня остается только два варианта. Либо они не понимают, что делают. Либо все они прекрасно разумеют и чего-то знают. Поэтому делают это намеренно. В любом случае, мы создаем сейчас такой долговой пузырь, которого человечество еще не видывало. И это наверняка приведет к какому-нибудь страшному финансовому кризису, как нам обещают. Но лично я думаю, что он уже происходит. Все уже начинается. Именно поэтому они и занимаются количественным смягчением. И поэтому им приходится понижать ставки. Но так долго продолжаться не может. И рано или поздно удар будет. И этот удар будет чем-то абсолютно беспрецедентным. Так как никогда еще таких условий не было. И я уверен, что это будет ракетным топливом для биткоина. А пока ждем, когда банки доиграют в Джанго. Или как там эта игра правильно называлась-то? Зарабатывайте. Субтитры подогнал «Симон»!